Новую мусорную реформу затеяли власти Актубе. В областном центре появились спецмашины и контейнеры для раздельного сбора отходов. Цель проекта – научить горожан сортировать мусор. До конца года планируется запустить мусоросортировочный комплекс с мощностью 100 тысяч тонн отходов в год. Лейла Уесова продолжит тему. На линию уже вышли 6 импортных мусоровозов. Еще закупили около полутора тысяч евроконтейнеров для раздельного сбора отходов. Новый проект презентовали в микрорайоне Нурах-Тюбе. На сегодня установили 481 контейнер. Остальные передадут на баланс предприятия до конца года. Тут главное не перепутать. Синие их еще не собрали для отходов стекла, зеленые для бумаги и картона, а для сбора пластика поставили вот такие сетчатые оранжевые баки. Теперь все зависит от сознательности горожан. К примеру, в зеленых контейнерах уже обнаружили пищевые отходы. За такое нарушение жителям грозит штраф в размере 50 мрп. Это почти 150 тысяч тенге. Новые контейнеры привезли из Финляндии. Спецмашины сошли с конвейера итальянского завода. В салоне работает кондиционер и есть подогрев сидения. Все это добро приобрели при поддержке оператора РОП для развития инфраструктуры раздельного сбора отходов. Поток раздельного сбора, он будет размещаться, сортироваться на базе, то есть он в полигон не пойдет. Это о чем говорит? Это говорит о том, что если народ нам поможет, население нам поможет раздельным сбором, то мы тогда полностью исключаем горение полигона, который на сегодняшний день для вас, к сожалению, является обычным явлением. На 16 гектарах будет новый полигон по новым стандартам. То есть все требования, которые надо выполнить, мы со своей стороны будем выполнять. И до конца года, если запустим полуавтоматизированный завод, соответственно, мы уже выйдем на новый год. В остальном зависит от нас жителей. Сегодня от вторично материального сырья в Актубе есть 7 сборщиков, которые активно пользуются программой Эко-Колдау. Они сортируют мусор и получают прибыль за счет оператора РОП. Строительство новой мусоросортировочной линии мощностью 100 тысяч тонн твердобытовых отходов в год обойдется инвестору в 1,3 млрд тенге. К слову, в будущем году объемы переработки мусора в областном центре планируют довести до 30%. Однако оптимистичные прогнозы местных чиновников ставят под сомнение вот такие стихийные свалки, которые до сих пор украшают городские окраины.